Занимаясь благовестием, выезжали по воскресным дням в близлежащее село, районное и даже не районное, Мамонтовский район. А потом зашли уже там и Родинский, Завьяловский. Ну, на 150 километров все выбрали. Зимой мы выезжали от Барнула в другую сторону. И как-то я говорю, батюшки, дальше-то выезжать уже мы не успеваем вернуться. Потому что люди, кто шофера, как Глушков и Игорь, надо вернуться и коров доить. Хорошо бы потеряевку вот так вот взять, перенести ее куда-то в другое место, ну, в Иркутскую область или сюда, скажем, в Ивановскую. И оттуда мы бы опять в окрестностях работали. Вот в прошлом году у нас вдруг внезапно сдвинулось место, 150 километров было, а мы тронули сразу до Москвы. До Москвы, ну, считай, 3,5 тысячи. Вернулись и сразу на Дальний Восток, до Владивостока находки. Ну, теперь делай расстояние. Но каждые, примерно, 13 дней даже было, мы что с собой брали? А брали это комплект 38 книг. Он 31 килограмм весит. 20. Это уже 620, не считая коробок. Ну и плюс сами сколько машин. Это газель грузопассажирская. Ну и возвращаться раз в неделю. Теперь стало возвращаться еще дальше, уже Омская область. Мы захватили Курганскую надо, но не успеваем, а то туда-сюда. Теперь поняли мы, что надо дальше. Теперь мы, значит, нанимаем машину грузовую, грузоперевозки-то. И отправляем ее за Москву. За Москву. Мы так рассчитывали, пусть она будет где-то около Пскова, выше. Или здесь будет пониже немножко, пусть в Воронеж или где-то. А потом, когда нужно, тогда мы опустимся ниже, пусть к Тамбову. Туда мы приезжаем. Вот мы сейчас как раз и сделали так нынче. В прошлом году мы посетили 240 городовых сел районных. Это означает 240 комплектов по 38 книг. Нынче 120, потому что предполагаем поехать в дальнее зарубежье. Дальнее зарубежье, это начать, видимо, придется с Польши или с Румынии. И пройти все до одного государства Европы. Потом через здание, сначала через Францию в Англию попасть. Под Ла-Маншем, по Ла-Маншу-то этому. А потом через здание всю Скандинавию захватить. В столичных городах, даря наши книги. Ну, а если где-то много, как вот в Грузии, уже 5 городов. Мы, значит, 5 должны везти. Армения, Грузия. Когда мы пройдем в Скандинавию, там уже сказали, где монастырь есть, даже плюс, кроме государственного, переплываем уже в Прибалтику. Прибалтику проходим, снова возвращаемся, загружаемся, идем на юг. Это Грузия, Армения, Азербайджан. Если мы пройдем это, тогда мы уже через Чечню можем сюда возвратиться. И вот сейчас мы сегодня, вот сколько мы проехали где, опять надо загружаться. Думаю, что в ближайшее время, это где-то примерно с понедельника, 10-е будет июня 13-го года, мне будет 74 года. Вот мы комплектуем эти книги. Мне 54 года будет. Тебе 54? Да. Вот, и вот ребенок мой. Да. Вот. И вот сейчас мы книги разложили. У нас получается на один комплект 38 книг, два ящика. Сейчас мы набиваем первый. Ты их все сам брал? Да, да, да. Когда я говорил, хорошо помнишь какие? Ровно, да. Ошибки, чтобы не было. Самая большая беда, если мы ошибемся, Новый Завет. Видите, какая ламинированная. Вот эти книги все по 752 страницах. Это до слова Божьего нет уст. Вот я арестованный иду. 56-й год. Июль. И вот, когда-то я начинал блаженным афигелактом заниматься, конспектировал о том, что самому придется его издавать и в таком шикарном переплете, вот он где, но это даже вообразить мне нельзя было, в самом прекрасном сне. Но получилось так, что я издал. Сейчас мы везде дарим. Дарим, едем. И вот эти книги набиваем. До 11-го тома открытым окон пусть ходит. Вот. И которые там по мелочи. Вот смотри, как я набираю. 4 тома. 5-й, 6-й. Они все разного цвета. Эти в мягком переплете. Льняная основа. 7-й, 8-й. Николай Павлович Кручина. Складываю. 8-й. Дальше 9-й. 10-й, 11-й. Это первая коробка. А вторая будет. 12-й, 13-й. Вот тут что. Симфония на житие святых. Стихи. Только на это больше их нет. Кончилось. К истинному православию. Это тоже уже закончилось. Уже мало кто получит от нас. Не оставил себе так. Чуть-чуть. Вот. И давай. Складываем. Вот мы, пожалуйста, сколько здесь уже. Сейчас. Раз. Два. Три. Четыре. 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 Двенадцать. Комплектов. Мы хотим взять с перегрузом 25. 25. Это 20 еще можно. 5 пока мы пройдем до границы. Большие города в России. А дальше Украина. Там нас ждут. Приглашали. То есть есть места, где нас просто ждут. Как Греция, Германия. По-человечески я понимаю, когда люди, даже там библиотекари спрашивают, зачем вам это нужно. Но когда все расскажешь, в каком положении страна и какую роль играют эти книги, имеющие возрождающее действие, тут даже нельзя сказать. Принимают везде хорошо. Везде, где нет православных таких ярых батюшек. И прихожанок, которые не являются библиотекарями. Это грозное предупреждение священников. Они на нас просто выявились, какие они есть. Таких невзоровых, как Александр Глебович, Бог восставит на них тысячи. Они будут разрушены, уничтожены. Они лезут везде. И в школу. И благословляют кого танки там убить, кому жить, кому не жить. Все решают. Лезут в библиотеки. А там всякая мерзость. Они это не трогают. Они гоняются только за нами. Зачем? Им это надо? Я виноват. Написал не так. Вызвите меня в Синод. Я вам говорю, что я предстану. Оплатите мне поездку. Со мной приедет переводчик, я плохо слышу. И конкретно книга. Ну, любой том. Ну, вот откроют они, допустим, прямо рассказать восьмой том. Открытым оком. Вот она. Ну, как говорится, на вскидку. Вот место открыли. Я не выбираю. В любом месте открываю. Что я привожу? Вавило. Четвертый сентябрь. Кавычки открыты и кавычками закрываются. Следующий святой. Стихи. По житиям святых отвечаю на вопросы. Это 1173 жития. И скажут, что жития отдельное событие по смыслу. Вот пусть они составят что-то подобное. Сегодняшние церковники нарушают все буквально, что в Библии нам дается. Все, почти все каноны. 57% канонов вообще они их попирают ногами. Жития святых вообще как будто в руках не держали. Все песком крестить. Песком крестить. В житиях нет этого. Крестить от воды и духа. Ты посмотри, какие книги. Почитай хотя бы одну. И тогда скажи. Я конкретно могу сказать. Сейчас пока до 12. А второй том он зеленый. Это противосектантский. Как доказать людям, что они не правы, что они не церковь. Почему мы крестимся рукой, почему крестят младенцев. На все вопросы здесь ответ. Но только на основании Слова Божьего мы даем знать, но не доказываем, что они должны это делать. Мы никого ни к чему не принуждаем. Вот следующий. Пожалуйста. Теперь вот мы разложили. Сколько убрали. Три мешка обертки только. Это все надо привезти. Вот мы сюда приехали. 4381 километр проехали. Тысячи километров. 52 тысячи в прошлом году проехали. Нынче мы только начали еще. Вот мы думаем отправиться за убеж. Это сразу потребовалось 11 тысяч евро. Достать. А денег-то нет. 220 тысяч только на бензин внутри страны. Мне зачем это все нужно-то? Где попало, спим. Питаемся не как дома. Родных, близких остались. Зачем? Пусть они ответят. Зачем? Слава какой. Какая слава, когда убивают буквально за это? Мы не знаем, где спрятаться. Но народ читает люди, обращаются, начинается новая жизнь. И нам есть еще вспомнить. Я тут привезеные книги. Ну всего на счет она 120 городов. Там районы, где центров. 120. В прошлом году 240. Потому что один месяц у нас поедает дальнее зарубежье. Если, конечно, нас пропустят. Так, подаю. Не, не, не. Это в конце, в конце. 5-6 пошли. Да, сейчас, подожди. Я уже тут забыл, что подавал. Положи пока рядышком. 5-6 том. Видите, они все разного цвета. Разные картинки Гюставо Дорре. А с 13 тома пойдут уже в твердом переплете. Так, подожди-ка. Это 8-й? Да, 8-й последний. Том 9-й, 10-й, 11-й. Посмотрите, какие книги. Одно удовольствие посмотреть только на них. О! Чудо какое. Так, теперь я добавлять буду. Первый том. Новый Завет. Так, это что у меня там? Непонятно. Первый том. Кончится, надо добавлять. Вот так. Спасибо, Христос, Христос, товарищи.